Доброе-придоброе утро, мои дорогие друзья! Сегодня третий день моего пребывания в Батуми. Сегодня погода получше. Видите, здесь очень много бегающих, бегунов много, так как очень много русскоговорящих приехало в Батуми. Вы сами знаете, заполнено, говорит моя кума, говорит, их чересчур даже много. И я вижу в основном вот эти спортсмены. Бегают, собак очень много по дороге. Такой большой дом строится, да гостиница, наверное. Вот такая красивая набережная у нас, действительно красивая. И пальмы у нас красивые. Знаете, в чем плюс? Чистота. Здесь за мусор штрафуют, если семечки будешь бросать. Видите, как чистенько с утра. Все убрано, все. Не найдешь вот такого. Я поэтому, когда приехала в Мерсин и увидела мусор, семечки, удивилась. Так, тут все в мусорку бросают. Так интересно, да? Но все равно набережная Мерсина все равно похожа на Батуми. Моришко здесь рядом, моришко. Вечером здесь кипит. Кипит все, посмотрим потом попозже, как это все происходит. Сегодня спросила внучку. До 15 июня у них школа. Я же хотела приехать позже. Но видите, как все получилось не так, как я планировала. С утра здесь мокро. Наверное, дождик был или влага такая. А здесь вот пальмы цветут по-другому. Здесь нету фиников и фруктов. Вот так вот здесь все. Видите, как интересно. Посмотрим другую пальму. Такой приятный ветер. Как-то странно, да? Цветет пальмочка. Все-таки я решила идти с вами разговаривать. Поговорю вам о вчерашнем дне. Как у меня что-то прошло. Все расскажу. Вчера, конечно, я получила очень большое разочарование. Была все-таки какая-то надежда, что у меня все получится. Но, к сожалению, закон не перепрыгнуть. Закон не перепрыгнуть. И, знаете, все оказалось намного сложным. Писать второе заявление и что-то делать сейчас не имеет смысла. Мне отказали. Как только я переполучу гражданство Турции, у меня автоматически снимется гражданство Грузии. Как это все происходит? Мы-то думали, что я не скажу там, ничего не сделаю. Миграционная служба отправляет такое гражданство Грузии, что я стала гражданкой Турции. Все. Это на высшем уровне все. Без нас все происходит. И тогда, когда я только получу, меня лишат, я могу подать заявление за восстановление. Вот такие законы. Дай Бог, чтобы я вот сейчас действительно, говорю, год или два не получила еще турецкое гражданство. Действительно, этого желаю. Потому что я хочу приобрести недвижимость Грузии. Все-таки, да. И как гражданка Грузии. И потом, после заявления, я должна буду, кажется, жить три месяца в Адуме. Поэтому я хочу свою квартиру. И сдавать тесты на грузинском языке. Грузинский язык, экзамен. Вот так. Пипец. Ну, а что делать? У них выхода нет у меня. Потому что сейчас, говорят, вы и так гражданка. Зачем вы подали это заявление, написали? Я вообще не понимаю. Не понимаю ничего. Как это все получилось. И принципиально отказали их все. Многие там мне пишут, что нельзя ли вам жить в Турции на ВНЖ, быть гражданкой Грузии? Нельзя. Мой муж это не согласится. Он устал уже оформлять мне каждый год в ВНЖ. Да и я себя не чувствую полноправным гражданином. С этим, когда показываю свой кемлик, уже второго сорта. Вы понимаете? Все равно чувствуется, да? Дикий кемлик. Это что это? Какие-то цифры. Я не могу, допустим, много делать операций в банке, в онлайн. Вот я хотела купить цифровое золото. У меня нет такой недоступной такой функции. Ну, очень часто сталкиваюсь я с этим. Вообще в Турции нужно быть гражданкой Турции. В Грузии нужно быть гражданкой Грузии. Но я вчера спросила цифровую, что тебе дает гражданство Грузии. Она говорит, ну, участковый врач семейный, бесплатно там консультации, какие-то операции финансирует государство, страховые компании. То есть не государство, а страховые компании. А я говорю, я же не приеду сюда на консультацию к терапевту или еще кому-то, да? Операции я тоже там буду. Там у меня намного больше привилегий и возможностей. Там и лекарства, да это сами знаете. Я сейчас вам покажу одно кафе, которое мне очень нравится. И вы понимаете, сегодня у меня такая прогулка лайтовая, потому что вчера 22 тысячи шагов была, а была никакая. И здесь можно ходить пешком, весь город обойтись за весь день 2-3 раза. И как раз такая лавочка мне очень нравится. Посижу вам и покажу. Я же не верю, что я вам подобен. Вот, где мы подобен. Вот это я хотела здесь дом купить, сейчас уже нет желания. Вот, где мы можем купить море. Видно или нет? Давайте вот сюда подойдем. Смотрите, какой красивый одновременно. Обалденный парк. 50-этажный дом, наверное, да? Смотрите, какая красота. Вот это вот университет у нас единственный. Здесь сдавал экзамены мой сын. А вот это широтон гостиницы. Видите, такой куполообразный. Его строили дурки. Отсюда видал, вид, вот такая красивая аллея у нас. Достопримечательность Батуми. Это набережная. Очень красивая, да? По-своему какая-то другая. Ой, села на мокрое место. Ой, я села на мокрое место. Балда Ивановна. Что высохнет попом. Так вот, мои дорогие. И в итоге я спросила, что тебе дает, какие привилегии. Она сказала, что так и так. Лечение, консультации. И все, пенсия. Если я не буду гражданкой, мне пенсию не дадут. Вот это мне интересно. Мне осталось 9 лет до пенсии. Сейчас пенсия здесь 300 лари. 300 лари пенсия. 26 лет проработала. Конечно, хотелось бы что-то иметь откуда-то. Ну, посмотрим. Как будет, так и будет. Прямо с благодарностью. Устала я бороться. Ехать никуда не надо. И вот этот приезд был тоже. Уже все решили. Жалко моего Инберчика. Он там один. Я в таком же состоянии разрываюсь. Разрываюсь и на внуков. И на свои дела. Сегодня зубы начинаю делать. Когда приезжаешь на родину, что-то начинаешь делать. Всегда. Какие красивые торты. Выбираем торт в Деме. И знаете, сейчас не можем выбрать. Почему? Потому что, говорит, Мария любит шоколадный. А дети не любят шоколадный Деме. И смотрим. Вот какая цена здесь. Я вообще не пойму. Кусками взять? Нет. Кусками нет. Торт есть торт. Потому что дети белые любят. А тот шоколадный. Ну, один кусок возьму я. В общем, смотрите, какая красота. Да? Красота. Смотрите, какие красивые тортики. Обалдеть. А тут, смотрите. Боже, мне аж плохо. Слюнями обтекла. 4,55. Эскимо. Эскимо. О, красота. Это бархат. Подожди, чтобы кто-то подошел сюда. Писать. Подожди, она вам. Летит. Мамуля моя. Доброе утро, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики. С утра я уже на набережной. Все-таки привыкла вставать рано. По турецкому времени, половина седьмого, я вышла уже на набережную. В принципе, я и пол шестого просыпаюсь. Но пока туда-сюда приду в себя. Хотя ложусь тоже в двенадцать. Отключенная до предела. Вчера было день рождения у моего внука. К сожалению, он пришел со школы в десять. Половина десятого, наверное. Мы только приготовила. Я приготовила пиццу. Сама тесто приготовила, пиццу с сосисками. Мама сварила пельмени. Был у нас тортик. Были кусочки пирога. Ну, конечно, тут все так дорого. Когда пересчитываешь, конвертируешь на наши лиры, понимаешь, сколько это дорого, да, думаешь. Ну, четыре лиры, четыре лари. А четыре лари, вы знаете, сколько? Это сейчас расскажу. Это тридцать лир. Понимаете, тридцать лир. Вот. Кстати, бутылка пива, вот я сейчас думала, стоит тридцать лир. Я еще не пробовала пива здесь. У меня даже нет желания пока. Может, когда мой муж приедет тогда. Сейчас настолько я должна быть в трезвом состоянии. Почему? Потому что, во-первых, у меня продолжается работа по бизнесу. И, может, поэтому у меня и не хватает времени. Я еще не занималась уборкой квартиры. Поэтому и не получается у меня много чего сделать. Я только весь день бегаю по своим делам. Вчера у меня были кое-какие-то встречи еще насчет гражданства. Я все поняла и приняла для себя. И знаете, что отпустила? Как будет, так и будет. Я уверена, что Вселенная позаботится обо всем. Если Вселенная позаботилась о хорошей погоде, хотя в прогнозе я ожидала, видела дожди, ливни, грузы, значит, все будет хорошо. Я уверена, что у меня не заберут гражданство Грузии. И я получу гражданство Турции. Все будет хорошо. Всю эту тему проехали. Больше не хочу освещать. Она мне очень много энергии забрала. Так вот, мы вчера перейдем к следующей теме недосказанной. Вчера мы быстренько так сели в узком кругу. Я попела, попрыгала с дыма. Он такой тяжелый. Днем рождения встретила его. Он такой был весь впечатлительный. Вообще, детки подросли мои. Такие стали серьезные. Дымя мужичок. Он такой неподъемный. Мама его раскормила. Но вечер удался. Зажгли свечки. Видео, конечно. Конечно, видео. Какое видео там? Где мои телефоны, где что? Только видео сняли. Так вот для... Марьи что-то снимала. Но Марьи непрофессионально снимала. Не так уж хорошо. И вот, мои дорогие, детей практически нет. Они с утра до вечера, я вам сказала, школа при монастыре, как продленка. Она нам очень устраивает. Потому что они делают там занятия, уроки, все. У них кружки. И все это бесплатно. Я вам рассказывала. Если бы мы за это все платили, я бы вообще... Я не знаю, как бы что-то все было. Но это очень тяжело было бы. Сейчас Ирмочка идет в школу. Но в эту школу, как сказали, места нету. Не знаю почему. И она пойдет в платную. Вот несколько месяцев, как только освободится там. Вот видите, какая ситуация. В общем, такие дела. Детки выросли. Покажу обязательно. Хочу их очень вывезти в Батуми. Посмотрите, куда я пришла. Вы видите? Куда я пришла. Нина и Али. Нина и Али. Хочу их вывезти в Батуми. Хочу их вывезти из Батуми, естественно. Показать им прелести Мерсина. И накормить их этими фруктами, которых здесь такие цены. Деньги идут как семечки. Как семечки. Вот я приехала в воскресенье. И у меня уже... Я начала делать зубки. Зубки. Рвать ничего не надо. Я такая довольна. У меня такой хороший врач. И она мне очень делает хороший скид. Такие в Турции бы мне это обошлось. До фига и больше. Сяду с вами, поболтаю здесь. Так вот, мои дорогие друзья. Мы, значит, чуть-чуть отпраздновали. Посидели. Выпили фанту. И дети легли. Я их помыла всех. И я тоже душ приняла и легла. Хорошую голову уложила вчера. Решила шапку не одевать с утра. Смотрите, как здесь спортом занимаются. Но тут бегают русскоязычных. Очень много. Очень много русскоязычных. Покажу вам и пенсионеров, как они ходят. Так вот, пенсионеры. Конечно, не так много, как у нас. Знаете что? У нас очень мало женщин. Женщин очень мало, которые занимаются спортом. Вот именно пенсионеры. У нас вот такие бабулечки в Турции ходят и ходят. А здесь вот такая ситуация. Здесь все очень хорошие диско-дискотеки. Летом начнут соборы. Скоро сыночек тоже приедет. Не скоро, наверное, в конце июня. Вот как-то у меня так все получилось. Думала, приеду вместе с сыном. А сейчас я даже не знаю, до конца июня. Выдержу ли я здесь? Выдержу ли я здесь? Посмотрим, будем надеяться. Так вот, у меня только время с вами поболтать. Вот так с утра, во время пробежки. Поэтому не обессудьте. И принимайте то, что есть. Большой благодарностью. Буду вам это все снимать с удовольствием. Так вот, о чем хотела я сказать. Мы с мамой ходили вчера. Подарок покупали Дэми. Там я ему тапочки купила, ирмочки купила. Конечно, цены. Конечно, цены просто смешные. У меня места не было в моем чемодане. Пока все привезла. Вы знаете, так думаешь, да? Вот это кофе, вот это чай, вот эти сливки, растворимый такой кофе. Там подарки какие-то, да? Вот сладости для мамы, про дурлужек, для мамыного врача. Вот я привезла баклаву. Это, думаешь, да? Ничего. А в общем, это такое все тяжелое. И естественно, естественно. Хотелось бы очень еще больше. Но физически рук не хватает. Хорошо, что Эндера Друг подложил нам огромный чемодан. Просто огромный. Я еще смеялась. Зачем он нам нужен? А он... Я сейчас благодарна была, когда переходила границу. За все, что он нам так помог этим чемоданом граница. Я не помню уже, я вам рассказывала или нет. Но у меня такие одни разочарования, что только из-за перехода этого с Арпии не хочется приходить сюда. Это очень сложно. Особенно сейчас я представляю, как что будет с детьми. Столько людей. И они такие беспардонные. Не видят ни детей, никого. Прямо прут-прут с этими чемоданами, с баулами. В общем, друзья мои, вот такие вот дела. Еще что касается... Вот когда я буду делать уборку, я там одним глазом посмотрела. У меня машинка есть. Швейная. Зингела, как ее там немецкая. Зингела. Зингер? Зингела, по-моему, да. Очень классная. Она такая тяжелая. Как я ее буду тащить в Турцию, не имею представления. Посмотрю. Чемодан этот положу и будем перетаскивать. Но очень тяжелая. Но все-таки она же... Так. Следующее, что хочу поговорить с вами. Сегодня мы идем с мамой на коронографию. Будет ей делать исследования, потому что ей очень тяжело. Воздуха не хватает. Хотя моя мама надула, пока я там сидела, занималась по бизнесу. Шесть шаров. А я еле-еле два надула. И вот. Вот такие вот дела. Еще что... Еще что хочу вам сказать. Заранее вас предупреждаю, что свою дочку я не буду показывать. Она уехала с маленькими детьми. Буржоми. Так как дети очень сильно болели. У них там дом в Буржоми. И она уехала туда на отдых. Ну, еще встретимся мы это. Но она мне сказала, не показывай ни в коем случае. Ни меня, никого. Я тебе запрещаю. Ну, запрещаешь, запрещаешь. Буду рассказывать только новости. Такие вот дела. Еще пока не понимаю и не осознаю вкус моих внуков. Целую их без... Они так стесняются. Особенно Демешко. Какие они сладкие. Марио, очень умная девочка. Ну, в общем, я пока еще... Многие хотят со мной встретиться, подружки. Но физически не получается. Но даже мне вчера одноклассница позвонила. Давай, говорит, встретимся сегодня. Сегодня никак не получится. Очень занято. Ну, естественно, я только четвертый... Третий день как приехала. Подождите. Воскресенье. Понедельник, вторник, среда. Я тут три дня была. Значит, я здесь. Я четвертый день здесь. Понимаете? А мой Ашкэм звонит мне. Самостоятельный. Вчера они с Ялчином. Я им подсказала, что печень пускай пожарят. Сделают себе тантуни. Курочку достанут. Пожарят. И все вдвоем питаются. И все будет нормалек. Не так ли? Выборы скоро. Он постоянно там, после работы. Тоже их куда-то нам в ужин приглашали. Сила их партия. Ну, в общем, так весело ему. Прохожу мимо площадки. Какая-то современная площадка. Очень много собак. И я так думала, что женщин-спортсменок нету и вообще. Но на самом деле сейчас начало появляться. Они, оказывается, поздно выходят из дома. Ну, разница во времени. Может, потому что здесь начинается в 10 работа. Вот я не могу понять. Надо узнать, во сколько начинается рабочий день. Смотрите, сколько впереди спортсменов. Вот, мои дорогие, нам Батуми, Батуми, Батуми. Какая разница между Мерсеном и Батуми? Там нет такой красивой рощи. Может, так с вами правильно? Лес не скажешь. Послушайте, как птички. Здесь можно записать релакс-музыку. Свою. Натуральную. О, Боже, какая здесь красота. О, Боже. В центре города. Я нахожусь сейчас в больнице. С самого утра. Маме сделали коронографию. Я жду все, слава Богу, хорошо. В каком смысле, хорошо. Сделали ей через руку. Ну, у нее такие старческие изменения. Ни стенд, ни операция не нужно. Нужно только профилактические какие-то лечения. У нее разжижающий кровь. Конечно, есть старческие изменения, но у острова ничего нет. И самое главное, сейчас, через полчаса, наверное, меня позовут. Я спешу. И я, да, нахожусь с 10 часов, с 11. Так приятно. Я встретила здесь очень много бывших сотрудников. Все они мне оказали помощь. Даже наш, такой мой бывший коллега, работает, прямо делает эту процедуру с сыном моего бывшего врача. Бывший, потому что я рядом работала. Кардиолог у нас был, его сын сделал кардиографию. Моя мама все объяснила хорошо. Такое доброе отношение ко мне и в лаборатории. Две девочки, и даже три девочки. И в кардиологическом отделении на этаж ниже, они в смене несколько. И мне так сказали, ты в каждой больнице найдешь своих. Так приятно. Сначала было сложно, потому что через приемной долго ждали. Так я позвонила своей китуши, она нашла координаты, Мириана. И вот мы сразу все сделали. Так приятно. Еще других много видела. Сижу вот в такой коридор, вот такая вот больница. И жду, когда придет время. И вам монтирую видео. И сижу просто так. Сегодня я потеряла день и пошла к зубному. Но, наверное, время сейчас 2 часа, половина третьего. Если она мне приедет, чтобы я не останавливала. Самое главное, еще две недели понадобится, чтобы сделать коронку и так далее. А до этого надо подготовить. Вот так я одета сегодня красиво. Вы понимаете, представляете, что сегодня произошло. Я стала гладить свое платье абрикосовое, которое последнее. И утюгом сожгла рука. Он в дырке. Ну, в принципе, конечно, я расстроилась, поэтому я его не одела. В принципе, в принципе, его можно переделать, укоротить. Слушай, парниха, приеду, все сделаю. Но неприятно. Моё любимое. Что делать? Дорогие, вот такая большая огромная пинта. Мы вместе с вами пройдем. Сейчас уже более-менее по-свободнее здесь. Так, анестезия. А где туалет здесь? А, вот и туалеты. А еще вот так.